По всей стране, в принципе, в нашу группу вступают. Да вы что? Да, от Владивостока до Питера. Больше двух тысяч единомышленников они уже собрали. Противники дистанта из Барнаула уже это считают победой, хоть и промежуточной. Митингу за классическое обучение быть. Мамы школьников говорят, на дистанте едва закончили прошлый год. И хотя этот начался офлайн, звоночки электронного будущего они уже наблюдают. По школам, по многим в Барнауле, директора издали приказ о переводе некоторых предметов на электронное обучение. То есть, например, родной язык, родная литература, ИЗО, технологии, астрономия. То есть это что такое? Это тоже дистант? Давайте мыслить разумно. Первое. Мы сегодня вводим достаточно большое количество школ для того, чтобы дети могли обучаться в полноценных классах, которые оснащены современной техникой. Закрыть это все, ну, мы же понимаем с вами, что это абсурд. То, что вводится цифровая образовательная среда, мы без этого не сможем существовать, потому что так развивается весь мир. В Министерстве образования, напротив, получают заявление с просьбой перевести ребенка на дистант, чтобы не заразиться вирусами. На Алтае уже закрыто 6 школ и 209 классов. В сумме это почти 9 тысяч детей. И в таком положении дистант рекомендует, чтобы не отставать по программе. Технологии отработанное и даже улучшенное. Краевую серверную школьного образования обновили. Обещают, что прошлых проблем не будет. На сегодняшний день ошибок нет. Все работает в штатном режиме очень хорошо и быстро. По сравнению даже с прошлым годом, началом учебного года, когда ковида не было. Мы готовы к любым неожиданностям, к любым дистантам, не дай бог. Впрочем, в краевом ведомстве подчеркивают, прогульщиков за время дистанта больше не стало, успеваемость не упала, у кого-то даже выросла. Я считаю, что каждый должен встать и задуматься сейчас, что происходит. Наших детей, кроме нас, защитить некому. Мамы, бабушки, дедушки. То есть, стоит убить образование, и мы погубим всю нацию. Рядовые мамы барнаульских учеников говорят, их дети, особенно младшеклассники, с трудом справлялись с самостоятельным обучением в границах своей комнаты. Повторения дистанта не хотят и готовы заявить об этом на всю страну. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.